Музыка Так, съемка пошла, фокус сфокусировался. Привет, ребята! Всем добро пожаловать снова на мой канал. Меня зовут Юля Кулешова. Сегодня мы с вами поговорим о трендах, о модных трендах весны и лета 2020 года. Если вам интересно, то не переключайтесь. Но, ребята, до того, как мы начнем с вами обсуждать тренды, я хотела вас попросить подписаться на мой инстаграм. Вы меня там можете найти как miss.merlante. Как обычно, все координаты мои я оставляю внизу в инфобоксе под этим видео. Там также вы найдете ответы на самые популярные вопросы, как меня зовут, почему я нахожусь и проживаю в Италии, на что я снимаю. И начнем мы, ребята, мы с вами это видео с обсуждения модного цвета 2020 года. Американский институт цвета Pantone выбрал главный цвет следующего года, которым стал классический синий. В палитру из 12 самых популярных оттенков также входит огненно-красный, синий, голубой, бирюзовый, хаки, оранжевый, нежно-желтый, персиковый, терракотовый и сливовый. Кстати, сегодня я в своем инстаграме сделала пост о трендовых, о этих 12 трендовых цветах. Мы с вами в сторисах. Для тех, кто прочел пост в сторисах, мы с вами разбираем, как мы можем сочетать ярко-синий цвет, с какими цветами его лучше сочетать и носить. Кроп-топ Кроп-топ это главный и основной тренд весны-лето 2020 года. Я думаю, вы уже видели в инстаграме, если вы подписаны на каких-то блогеров, на каких-то инфлюенсеров, они уже излюбовали эти кроп-топы. В идеале, допустим, на мой вкус, я бы сочетала этот кроп-топ, я бы его одевала черного цвета под какой-то пиджак и под брюки. То есть, под какой-то брючный костюм или, допустим, пиджак и шорты. Мне кажется, это смотрится очень круто, очень стильно. Допустим, если вы выберете кроп-топ черного цвета и, допустим, белый или молочный костюм, это будет смотреться очень стильно и очень круто. Также есть вариант бельевые бра. Дизайнеры предлагают их носить и не стесняться с теми же брюками, юбками, карандашами, завышенной талией или же заниженной талией. Выбирайте уже вам. Следующий тренд, о котором мы с вами поговорим, это брючный костюм. Здесь, в Европе, очень распространен этот тренд. Не знаю, знают ли итальянки об этом или нет, но они каждый день практически на работу приходят в этом тренде. То есть, здесь увидеть какую-то девушку в костюме из юбки и пиджака очень сложно. В основном это будут или шорты с пиджаком, или же это будут брючный костюм, брюки с пиджаком. Маскулинность наступающей весной проявится в идеально скроенных костюмах. В костюмах тройках. Кстати, в моду входит жилет. Как мы знаем, мода у нас цикличная, она постоянно повторяется. То есть, жилеты уже как-то были в моде, я не знаю, лет 5-6 назад. Снова жилет возвращается в моду. То есть, если вы приобретете для себя какой-то костюм двойку или тройку, а в особенности, если у вас будет в вашем гардеробе жилет и галстук, это является хитом тоже этого сезона. Галстук обязательно. Или купите для себя его, или возьмите его у вашего молодого человека. Это считается супертрендово. Важным правилом при выборе костюма, брючного костюма является, чтобы этот костюм был шит в лучших традициях минимализма. Кстати, минимализм у нас тоже возвращается в моду, чему я очень рада, потому что я обожаю классические вещи, минималистичный стиль, минимум деталей, но при этом, чтобы линии были чистые и понятные. Эксперты прогнозируют, что главным трендом в уличной моде станут костюмы с шортами. То есть, это пиджак и шорты, это будет хит этой весны и лета. Дизайнеры предлагают нам носить тренчи обязательно, чтобы они были оверсайз, это главное основное условие. Тренч должен быть или же бежевого цвета, или же зеленого, также есть вариант черной тренчи. В том сезоне мы с вами носили тренчи, которые были немножко ниже колена, и в этом сезоне тренчи должны быть буквально в полоте, оверсайз, и главное, чтобы они вас не стягивали, то есть, чтобы они были нараспашку, чтобы это смотрелось, чтобы ваш образ был воздушным. И переходим к следующему тренду, это воздушность. Дизайнеры предлагают нам выбирать с вами какие-то тренчи, какие-то платья, какие-то блузки, чтобы был эффект, создавался эффект наполненности и воздушности. Также в моде, если вы сейчас зайдете тот же масс-маркет, допустим, в той же коллекции H&M, вы уже можете найти платье, так называемое платье, которое мы раньше с вами покупали на море. Это такие платья оверсайз. Так вот, сейчас дизайнеры нам предлагают носить эти платья не только на море, а также и в городе. Тут уже решать вам, как вы хотите отстилизовать это платье, не думая, что будет хорошим вариантом, допустим, надевать соломенную шляпу под него, да, этот образ будет слишком уж расслабленным и морским. Но если вы, допустим, такое воздушное платье оденете, не знаю, с какими-то ботфордами весной, и сверху кожанку черную, то будет это смотреться стильно и круто. Переходим с вами к следующему тренду. Это 70-е и ретро-блузы с бантами. 70-е это одно из самых универсальных модных десятилетий. И дизайнеры не перестают черпать в нем свое вдохновение. Допустим, мне очень нравится бренд Зиммерман. Если я не ошибаюсь, это австралийский бренд. Они выпускают различную одежду, купальники, обувь, сумки, в общем, они выпускают все. Я их фоловлю в инстаграме. Это тот бренд, который пропагандирует те же ретро-блузы. Также какую-то аристократичность, что ли, и элегантность. Этой весной возвращается тенниска или же попросту пола. В общем, ребята, эта тенниска, она была переосмыслена. И сейчас ее дизайнеры предлагают носить не просто как тенниску, как футболку. Допустим, которую вы можете вправить в джинсы какие-либо. Но также вы можете и выбрать вариант удлиненной тенниски пола. И это уже будет вариант платья. Почему бы и нет? Мне кажется, это тоже смотрится очень круто. Следующий тренд в одежде – это пончо. В моде пончо какие-либо вязаные или какие-либо пончо в полоску. Это уже выбирать вам. Но, в принципе, пальто – это осенью, смотря где вы живете, в каком климате. Но пальто вы можете с легкой руки дизайнера заменить на пончо. На более же теплый климат этот вариант отпадает. И тогда вам нужно покупать тренч. Это весной и этим летом будут модные также юбки с запахом. Также джинсовые юбки, плессированные юбки. Все эти юбки числятся среди самых актуальных моделей весна-лето 2020 года. Давайте теперь с вами поговорим о принтах. Первое направление – это горох. Мне очень нравится этот тренд на горох. Нет какого-то четкого правила, что горох должен быть только белый с черным или, не знаю, белый с синим. То есть вы можете выбирать вариант гороха, который нравится вам. Также следующий принт – это принт тропикана. Это один из самых главных и важных принтов этого лета. Если вы, девчонки, зайдете в какой-либо бренд, в какой-либо магазин и увидите, допустим, какое-то платье с лианами, с какими-то тропическими птицами, то не удивляйтесь, это сейчас в тренде. Можно считать, что это альтернатива классическим весенним цветочкам. Также у нас с вами в моде техника тай-дай, кляксы, различные разводы, градиенты. Если мы с вами поговорим о головных уборах, то в тренде будут панамы, причем различных цветов, различными градиентами. Кстати, недавно я снимала шоппинг-флог из магазина Endozer Stories, не знаю, видели его или нет. У меня, кстати, на канале есть целый плейлист с шоппинг-флогами из различных брендов. Тогда я еще не знала об этом тренде, я зашла и я видела кучу разных панам. Давайте теперь с вами также еще поговорим о других аксессуарах. Допустим, пояса. Мы привыкли к обычным нормальным поясам, но в этом сезоне дизайнеры предлагают нам использовать веревку вместо пояса. Поговорим с вами немножко в двух словах об обуви. В моде у нас остается квадратный нос, а также на показах ботега, тоже ботега Венета, были введены босоножки с двумя полосками в виде кос. Так что готовьтесь и не удивляйтесь, если в масс-маркете вы начнете находить и видеть какую-то обувь косами в той же взоре, в H&D и как далее. Сейчас очень трендовым являются различные цепи и обязательно, чтобы эти цепи были короткие, то есть, допустим, одна или две таких массивных цепочки, чтобы они находились прямо вот здесь, где заканчивается шея. По поводу сумок, в тренде у нас очень крупные квадратные сумки-шоперы. Девчонки, мальчишки, в общем, это видео подходит к своему концу. Сегодня мы вкратце с вами поговорили о трендах весны-лето 2020 года. Естественно, это не все тренды, которые существуют, там, я не знаю, около 40, но я вам перечислила основные и те, которые нравятся именно мне. Спасибо вам большое за ваш просмотр, хорошего вам вечера или же дня и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok